В Рязани в рамках ежегодного фестиваля национальной книги «Читающий мир» прошел круглый стол, роль СМИ в гармонизации межнациональных отношений. Наряду с местными средствами массовой информации, общественниками, представителями научного мира и национальных организаций в нем приняло участие и руководство телеканала ЛРТ. В Рязанской областной библиотеке имени Горького в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир» прошло несколько событий, посвященных межнациональной тематике. На этом круглом столе обсуждали влияние СМИ на отношения между народами России. Не случайно эти все события проходят в библиотеке. Я уверена, что и в Московской области, просто знаю, библиотеки нужно, важно и можно использовать как тот самый ресурсный центр в работе по этой важной, тонкой и очень сверхчувствительной теме. Люберцы и наш телеканал на мероприятии представила Екатерина Дегтярева. Генеральный директор ЛРТ рассказала о том, что освещение межнациональных отношений – один из главных векторов деятельности телекомпании. За несколько лет канал выпустил более 500 видеоматериалов на эту тему и, что очень важно, работает коллектив ЛРТ согласно Этическому кодексу журналистов. Одним из таких принципов главных – это звучит так. Не замалчивать факты и проблемы, а снизить градус напряженности в обществе, привить согражданам интерес и уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию, настроить аудиторию на созидание стабильного многонационального общества. И самый главный принцип – это быть объективным, непредвзятым и полной информацией владеть и, соответственно, ее подавать. Екатерина Дегтярева озвучила предложение проводить обучающие семинары не только для журналистов, но и для руководителей средств массовой информации, чтобы межнациональная журналистика меньше совершала ошибок, не раздувала конфликты ради рейтингов, а мирно передавала информацию, которая оказывает влияние на всех, в том числе и на детей. Такое предложение вызвало поддержку участников круглого стола. И вот сегодня духовная такая угроза России со всех сторон и усиливается, и она на сегодняшний день заставляет нас, в том числе жителей Рязани, очень внимательно, очень вдумчиво, очень корректно смотреть и, конечно, обучать и готовить нашу молодежь, наших детей, определить им хорошее, стабильное, мирное будущее. Пожар. Прилетает ласточка, приносит во рту водичку, пытается потушить этот пожар. А через пять минут прилетает воробей, во рту приносит соломинку, пытается бросить, чтобы разгорелось, это гораздо сильнее. От этой водички и от этой соломинку этому пожару всё равно. Просто каждый показывает своё отношение. Я надеюсь, что именно такие специалисты будут в нашем сообществе, которые будут способствовать развитию межнациональных отношений. Также на мероприятии были озвучены планы на будущее. Среди них празднование 95-летия со дня основания Советского Союза, где дружба народов была основой строительства государства. Предлагаю провести межрегиональную конференцию традиции дружбы народов в России, исторический опыт и современность. И к этой дате, может быть, провести конкурс на лучшее освещение в СМИ деятельности национальных и религиозных общественных организаций с участием, конечно же, гильдии межэтнической журналистики. Кроме того, было предложено организовать пресс-тур, поддерживающий межнациональные связи, посадить парк дружбы, издать книгу народов России и на регулярной основе проводить общественные слушания и уроки дружбы в школах. Наталья Григорьева, Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова